Передавлю мультиварку. Здесь есть нагревательный элемент. Вот такая вот чаша, она из тефлона. Говорят по отзывам, что тефлоновое покрытие очень тонкое, поэтому нужно очень аккуратно с ней обращаться. Вообще срок эксплуатации вот этой конкретно мультиварки 2 года. Есть вот такая книга рецептов. Коммерный стакан и вот такая ложечка. Лучка, наверное, это вынимать уже продукт. Сегодня я попробую приготовить гречневую кашу. Так что приготовить рассыпчатую кашу. Ну вот здесь примерно есть рецепты. Каша у меня будет на воде. Значит, я беру за основу, что мне нужна гречка 2,5 части и бульон мясной или куриной 3 части. Но я буду брать воду. То есть я буду делать обыкновенную рассыпчатую гречку. Ну и посмотрим, насколько хорошо она у нас получится. Так, я беру гречу. Здесь есть мерный стакан с делениями. Значит, давайте я буду мерить стаканами. То есть я возьму, предположим, 2,5 стакана гречи и 3 стакана воды. Раз, два, и вот половинка еще. Греча у меня уже чистая. То есть я покупаю гречу промытую. Ну, сейчас наливаем воду. Так, я забыла положить соль. Примерно вот столько. Немножечко сейчас перемешиваю. Так, закрываем крышкой. Включаем розетку. Так, вот здесь загорелся дисплей. И включаем кашу на воде. Теперь ждем время приготовления каши. Так, ну что ж, вот сработал таймер, что время приготовления пищи закончилось. И будем сейчас мы проверять. Вообще, очень удивилась. 20 минут всего каша готовилась. Хотя было написано там 40 и так далее. Ташу подкладку. И вот такая кашка у нас получилась. Вот, смотрите. Прям рассыпчатая, разваристая вся. Замечательно. Теперь наша задача переложить ее, наверное, в другую кастрюльку. Но пока я здесь оставлю, потому что, чтобы она не остыла. Потому что сейчас здесь идет режим подогрева. То есть каша будет подогреваться до тех пор, пока я ее не выключу. Вот я ее выключаю. Все. У нас мультиварка выключена. Очень приятно. Я в это время успела общаться с подругой. Поздравить дочь с днем рождения. Запах ощущаете? Запах, да. Вообще по всей квартире. Запах гречки. Конечно, может быть, это и не очень хорошо. Но, тем не менее, мне понравилось. Будем дальше тестировать, варить суп. Сегодня я буду делать мясо. В общем, посмотрим, как работает дальше. Но пока мне понравилось.